И опасный выход один на один. Ой-ой-ой! Сергей Коньков, капитан Адмирала 3-1! Вот это да! Наверное, самый сложный в сезонской карьере получился. Я думаю, что сложность со стороны только путешествий и смены часовых поясов. Потому что любому человеку, приезжающему на Дальний Восток, нужно время для адаптации. А у нас адаптации времени практически не было. Тем более, в начале чемпионата первые два месяца график был напряженный. Но старался максимально, я думаю, команда, тренерский штаб помочь в этом моменте. Где-то тренировки были адаптированы, где-то давали больше времени отдохнуть. Поэтому это отличный опыт, я скажу. Новый снотворно съел? Вообще не ел. Вообще старался таблетки не принимать, а где-то какие-то моменты перетерпеть. Не ложиться спать днем. А просто когда уже днем не спишь, да, и ночью в самолете не спишь, то к вечеру ты падаешь замертво. Бывает такое, поэтому перестроение происходит само собой моментальное. Ну и к концу сезона, видимо, все-таки человеку свойственно привыкать ко всему. Ну естественно, уже в режим, в ритм попал, уже знаешь, как тебе лучшим образом подготовиться. Каждый нюанс уже ты знаешь уже просто от и до. Стараешься следовать и искать лучшее состояние, лучшее самочувствие. Ну и банда у нас получилась по-настоящему дружная. Ну да, это несомненно, потому что я уже говорил в предыдущих интервью, то что команда в течение года росла, сплачивалась. И концовка сезона показала, что боеспособный коллектив и команда, которая может побеждать. Еще один момент по ходу сезона. Очень ровно в плане результативности все выступили. И многие, в том числе и ты, провели один из лучших сезонов за последнее время. То есть в последний раз такая результативность у тебя была 4 года назад в Ярославле. Это с чем связано? Ну здесь опять-таки то, что все игры, когда играешь, доверие есть. И игра в большинстве, игра в меньшинстве, это чувствуется в этом уверенность. Поэтому приигрываешь, получается, связки наигрываются какие-то. Потому что все равно весь сезон не получилось проиграть в одном сочетании. Более-менее был звенок, где Воронин, Глазачев и Мерезкин. Потом с ними играл Денис Вихарев. У них вот как-то, я думаю, что одно из лучших сочетаний в этом году получилось. Ну и, естественно, братья, они с рождения, они должны были, априори, были лучше всех играть, взаимопонимание лучше всех у них должно было быть. Поэтому это, конечно, все факторы сложились, так что получилось ровно. Ну и, естественно, желание, старание это никто не отменяет. Вторую половину сезона ты больше и чаще выходил с Полоком, с Зайцем. Глеб очень вырос в этом сезоне, согласен? Ну, естественно, опять-таки я повторюсь, что мы старались, во-первых, и друг другу помочь, и поддержать и Глеба. Потому что для него это был первый сезон, и важно было, чтобы он уверенно вошел в него, ничего не боялся, смело играл, не доверен на него, да, какие-то моменты разбирали. Я думаю, что ему это понравилось, и он говорил, что он тоже начал получать от этого удовольствие. И, конечно, и результативность появилась, конечно, и можно сказать, что рост. Ну, опять-таки, все, для молодого игрока первый сезон важен, да, надо дальше продолжать. Самый запоминающийся момент, вот, из прошедшего сезона, лично для тебя? Так тяжело вспомнить сейчас прямо, потому что, не знаю, запоминающийся, наверное, поездка у нас в Китай была, когда нас катали, между городами, да. Одними ехали на микроавтобусах, там сложились неудобные сидения были, да, ребята ехали 3 часа, кого-то 6 часов или 5 часов катали, да, наверное, это. Вот, но это со знаком минус, да, а со знаком плюс, я думаю, что там внутренняя атмосфера в команде, да, и то, что получилось, именно на игре показывает, это то, когда ребята друг друга поддерживали, подбадривали, и то, что на поле получалось на жилах вытягивать, это вот всегда моменты такие очень, которые притягивают за них, ну, к ним стараешься прийти, за них бьешься, это хороший положительный момент. По ковровой дорожке раньше ходил? Что-то не припомню. То есть, в Владивостоке было тоже впервые, это для тебя? Ну, да, да. На закрытии? Ну, закрытие тоже молодцы сделали, во-первых, очень быстро организовали, пришло большое количество болельщиков, спасибо им огромное, потому что на протяжении всего сезона приходили на трибуну, поддерживали, болели, несмотря на то, что начало было совсем невразумительное, ну, наверное, игрой заставили болельщиков. Нас верит, да, потому что не было проходных матчей в этом году, как бы ни складывался результат, даже когда были разгромные матчи, все равно болельщик приходил, верил и поддерживал, это огромное спасибо им за это. Кто выиграет Куба Гагарина? Мое мнение, да, есть, конечно, как мы привыкли говорить, фавориты, не фавориты, да, там ЦСКА, СКА, но по мне, по мне то, что я вижу сейчас, такое ощущение внутреннее авангард. Удается вообще в Владивостоке смотреть другие матчи, это все-таки ночью происходит? Нет, не удается, потому что действительно все матчи, которые происходят в московском регионе, проходят половину третьего ночи, да, и только на утро обзор, как сыграли, да, единственные, которые матчи можно посмотреть, да, и то не поздно, это опять-таки Новосибирск и Астана. Вот, вот эти матчи, ну, естественно, в сезоне мы не могли смотреть Хабаровск, потому что играли в одно и то же время, в одни и те же дни практически, поэтому матчи смотрим только обзор. Ну, и какие-то матчи НХЛ, когда ты просыпаешься, если чуть раньше встал, то ты встаешь, можешь возможность посмотреть себя онлайн на игры, кстати, тоже очень интересно, с одной стороны. Еще за каким-то видом спорта следишь, с болтом, я знаю, многие ребята болеют, там, Барселона, Реал. Футбол, как таковое, мало интересуюсь, да, но хорошо, у нас сейчас доктор появился, пришел из футбольной среды, он немножко посвящает про игроков, рассказывает про тренеров, так немножко стал больше обращать внимание. Ну, естественно, смотрю, смотрю также обзоры Лиги Чемпионов, да, какие-то топовые матчи, как Испания, да, Барселона, Реал, сейчас Ювентус, потому что, действительно, даже последний матч был Ювентус, по-моему, с Атлетикой играл, да, тоже ребята пришли, обсуждали раздевалки, повторы, вот, ну, по большому счету, какие-то виды спорта, только отдельно, отрывками, то, что интересно. На Чемпионов мира по футболу был? Да, удалось в этом году, в прошлом году сходить, летом получил удовольствие, потому что на футбол ходил давным-давно, а тут такое событие, причем мне очень понравились стадионы, стадион Спартак, отличный стадион, да, и, естественно, лужники сделали хорошо, праздник был хороший, и та атмосфера, которая, когда приходят эти все кордоны, или, как они, защитные, да, охранные, музыка, праздник действительно был для болельщиков, даже, несмотря на то, что погода была, потом ливень был в Москве большой, не испортило, впечатление хорошее оставило. На Лучу в Владивостоке не удалось выбраться? Что-то у нас даже не то, что на футбол, в город не всегда было время выбраться, потому что старались больше времени отдыхать, вот, и за футбол не следили. И, тем не менее, в Инстаграме у тебя очень много красивых видов Владивостока. Ну, естественно. Ты расскажешь, где побывал, что запомнилось? Естественно, побывать в Владивостоке, да, и не съездить в какие-то красивые места, ну, это, я думаю, что, наверное, преступление можно сравнить так, потому что природа феноменальна, да, и то место, где команда базируется, тоже очень красивый, да, тот же остров Русский. Брал машину на прокат, смотрел, куда есть дороги, какие направления, и просто там даже дорога нарисована, а ее, как таковой, нету. Приезжаешь на дикие пляжи, где ты один, да, какие-то возвышенности, опять-таки остров, это военная база в прошлом, да, смотришь какие-то заброшенные военные объекты, их и в Владивостоке много, да, и на том же острове много, вот. И действительно, потрясающие рассветы, потрясающие закаты, тот же маяк в городе, ну, просто интересно, было время свободное, чтобы не просто сидеть перед телевизором, что-то увидеть, потому что действительно есть на что посмотреть. Когда получится возможность, да, живя в Москве, просто приехать в Владивосток на какое-то время и полазить, посмотреть, я думаю, что у многих такой возможности нету. Ну, и просто даже, может быть, в голову не придет, есть какие-то туристические места, там, как Байкал, да, там, Алтай, куда люди приезжают, а именно в город Владивосток просто так приехать, ну, я не знаю. Снимал машину, вот и говорил, все приезжие обращают внимание, что Владивостоки водят не так, по-другому, все говорят. Быстро привык к манере вождения местных водителей? Я на это внимание не обратил, наверное, в первую очередь обратил внимание то, что правый руль был, да, к этому надо немножко так привыкать. Ну, опять-таки, после московского движения, я думаю, ничему удивляться не стоит, поэтому как-то все ровно, никуда не торопиться, поэтому нормально все. Еще один, наверное, тяжелый момент по сезону. Семья к тебе приезжала один раз, по-моему, все, на Новый год, да? Нет, получилось то, что супруга приезжала ко мне в сентябре месяце, когда у нас была череда домашних матчей длинных, вот, а дети не приезжали. Я на Новый год улетал домой. Ну, расскажи историю любви Сергея Канькова. Ну, так сложились звезды, да, наверное, бывают такие у каждого человека в нужный момент, в нужном месте оказались, встретились, да, недолго раздумывали, решили вместе жить, да, опять недолго думали, расписались, когда расписывались, знали, что уже ждем ребенка, все произошло мгновенно, быстро, стремительно, да. Переезды начались сначала в Ярославль, потом в Нижнеканск, Новосибирск, вот, здесь. Как зовут супруга? Дарья. А, и родился кто? У нас две дочери, вот, Маргарита Мирослава, вот. Чем занимаются? Спортом я не буду заниматься. Нет, спортом не занимаемся, но пока не определились, куда мы хотим отдать, да, и на самом деле к профессиональному спорту или какой-то направленности пока, ну, пока вообще я не вижу в этом необходимости для девочек. Я считаю, что лучше, чтобы они, там, какие-нибудь гимнастика, плавание, хореографика, какие-нибудь танцы, вот так вот интерес проявляют, какой-то художественный, там, да, рисование, такие вот все, творческая направленность. Что больше будет нравиться, туда и будем направлять. Поэтому, а так, ходят в садики, ходят в кружки, как многие дети так развиваются. Скучают по памяти? Ну, естественно, да, потому что в те небольшие моменты, когда приезжали, приезжая в Москву, естественно, как этот, все время на руках, все время рядом, за ручку, все время вместе. Это, естественно, ситуация, я думаю, не только у меня, у многих, у многих наших ребят, кто живет один здесь, ситуация такая же. Ну, это тоже своего рода, наверное, минус Владивостока, да? Ну, везде есть плюсы и везде есть минусы, да, потому что есть возможность фокусироваться на том же хоккее, да, и максимально излечь пользу из этого, да, уделить этому внимание, и поэтому, может быть, и результат может быть лучше. И поэтому она, наверное, 100% так и есть. Супругой занимается воспитанием? Да, естественно, ведет бы, потому что в отсутствие второй половины все это непросто, вот, ищет возможности, опять-таки, и саморазвитием заниматься. Меня за собой тянет очень сильно, потому что, естественно, жизнь в спорте, она ограничивает твой, как называется, твой кругозор, вот, и только благодаря ей, да, начинаешь познавать какие-то сторонние вещи. Те же прогулки по Москве, которые там, да, какие-то улочки старинные, да, какие-то лавочки, какие-то дворы красивые, которые ты, может быть, никогда в жизни даже не видел, а человек, учасься и проходя центр города просто пешком, да, любуясь, ну, имея свободное время, любуясь, он это запоминает. Для него это естественно, для меня, куда мы идем, что мы здесь никогда не было, поэтому даже для меня в свободное время лета мы ходим, гуляем по центру города, просто наслаждаясь, смотря какие-то старые дома, там, сталинские, не сталинские, еще раннего периода, там, вот, куда обычно просто мы, я не мог дойти, потому что в силу своей занятости. В Владивостоке тоже ей понравилось? Да, в Владивостоке мы хорошо провели время, в том плане, что старались и погулять, и где-то в какие-то места красивые съездить. Надо понимать, что в Владивосток зимой снега не было, потому что была всегда хорошая погода, да, солнце, это просто потрясающе. Ну, по сравнению с Москвой, да, солнце постоянно. Да, по сравнению со всем, я не знаю, я не видел столько ни в одном городе, чтобы столько было солнца, потому что, ну, может быть, только летом у нас был один день выходной, когда делали командные мероприятия, в этот день шел дождь, удивительно, как назло. Катались на квадроцикл? Да, когда шашлыки надо было готовить, у нас шел дождь, вот. Сергей, желаем тебе, конечно, еще много лет в хоккее, но, тем не менее, не задумывался, кем ты станешь по окончанию карьеры? Спасибо большое, конечно, да, я и хочу еще поиграть, есть силы, желания огромные. Не могу сейчас загадывать конкретно, да, какая цель у меня есть, да, потому что, опять-таки, смотрел вчера интервью, задавали вопрос Жене Малкину, да, чем он будет заниматься, и он правильно ответил, потому что невозможно сейчас заранее сказать, что ты хочешь. Но ты всю жизнь посвятил хоккею, да, и многие вещи знаешь, и, наверное, стоит остаться здесь. Поживем, увидим, сейчас пока не буду загадывать. Почему спросил, мы много общались по ходу сезона, после игр, ты очень подробно и доступно рассказывал многие нюансы по окончанию игр. Мы тебя видим тренером. При службе увидит тебя тренером. Ну, хорошо, хорошо, посмотрим. Я не люблю загадывать, потому что, да, примешь решение одно, а потом все может поменяться. И, опять-таки, надо понимать, что тренерская работа, она, опять-таки, очень сильно напряженная. Она, это постоянно надо быть тренировки, сборы, ты находишься вдали от семьи, да, может быть, я пересмотрю свое понимание в этом вопросе, да, а может быть, наоборот, я еще сильнее захочу, там, быть тренером, давать какие-то моменты. Опять-таки, чтобы стать тренером, это работа с коллективом, да, это психологическая работа, это напряжение, это столкновение характеров, это, ну, это большая работа на самом деле. Здесь должно быть желание большое, огромное, трудиться и, как бы, жить, наверное, не для себя, в первую очередь. Ты поиграл под руководством многих известных специалистов, российских, зарубежных. Кто запомнился больше всего? Каждый тренер оставляет свой след, потому что он несет какую-то идеологию, наверное, свою какую-то, что-то отдает, потому что любовь к деятельности он отдает частичку души, да. Естественно, то, что у меня сначала был во взрослом хоккее Виктор Васильевич Тихонов, он не мог не оставить ничего, да, потому что, естественно, такая глыба, столько побед, столько людей, столько великих игроков прошло через его систему, да, он непростой человек, но он, в первую очередь, заставил держать планку. Он, даже имея в составе, играя в высшей лиге, в составе были молодые ребята, он все равно старался держать планку очень высоко. Приучил к ответственности 16-17-летних ребят принимать и отвечать за то, что они делают на поле, да. Дальше Владимир Васильевич Крикунов, опять-таки, это закалка характера, да, терпения и работы, да. Владимир Васильевич уже пять раз заканчивал с хоккеем и возвращается. Ну, тоже не может, не может, не может, всю жизнь в спорте, все время в коллективе, да, и, естественно, он хочет доказать, и в очередной раз, что он еще может, может показывать результат, и много раз его брали как антикризисного тренера, да, и у него это с успехом получалось, вот, я думаю, что и руководитель это прекрасно знает, и он знает свои сильные стороны, вот, есть желание, самый главный человек, он работает, вот, Петр Ильич Воробьев тоже в Ярославле работа, да, тоже очень благодарен, потому что, опять-таки, закалка характера, это дисциплина железная, это терпение, трудолюбие, ну, опять-таки, все, высокая планка, все на результат, на победу. Опять-таки, у каждого тренера есть какие-то хорошие, положительные черты, которые игроку нравятся или не нравятся, но мы можем смотреть со своей стороны, да, как игроку, но у него, у тренера, другие требования. Олег Валерьевич Знаровок, да, опять негладимое впечатление, потому что это два самых ярких сезона. А не удивительно, что Знаровок не работает в клубе сейчас? Ну, я думаю, что там другие вопросы, потому что, как специалист, действительно, он уже доказал всем, многим, да, что, на что он способен, я думаю, что это дело времени, когда он опять встанет на тренерский мостик, потому что и сборной он показал, что он может и в командах, да, потому что даже не играя не в чемпионский, даже не в чемпионский год, он приводил команду, которая по потенциалу была, ну, невысокого потенциала, он сделал из нее, довел до финала, тот же МВД, да, был рост команды, был костяк команды внутри, он сплачивает ребят одной идеей, такой хороший мужской коллектив получается. Многие иностранные специалисты тоже делали вклад, там тоже Дэйв Кинг, Карри Хейкель, да. Каждый человек, даже тоже Андрей Викторович Назаров, да, это харизматичная личность, которая отлично может смотивировать, и ты должен понимать, что только за счет хорошей, своей полной стопроцентной отдачи ты сможешь расти. И он, опять-таки, это показывается работой с молодыми игроками, действительно, это и работа в тракторе с молодыми игроками, и в том же Нижнекамске много молодых игроков, но, опять-таки, молодые команды, это, что говорить, это нестабильность, да, надо все время работать, подтверждать свой статус, а тренер ставит задачу побеждать всегда, здесь выбираешь, да, между молотом на кавале находишься постоянно. Каждый тренер, каждый тренера, ты смотришь, даже и не главные тренера, и помощники тренеров, ты на протяжении всей карьеры, ты общаешься, да, с людьми, и смотришь, какие-то замечания, все стараются тебе помочь, по большому счету, никто не ставит какие-то препоны, препятствия для того, чтобы ты не развивался, да, но, по сути, все стараются тебе помочь, и у всех одна задача, чтобы ты стал лучше, чтобы ты побеждал. Продолжение следует...